Мои папа и мама Мои папа и мама Большинство округоворот отправлений вовлекает в себя миллионы, если не миллиарды сообщений Правда, так спокойно и точно, как сейчас, было не всегда В былые времена гонцы в эстафетном режиме относили письма и донесения Вот только послания можно было ждать несколько недель или месяцев Да и рисковали гонцы очень многим Плохая весть, доставленная владыке под горячую руку, могла иметь неприятные последствия для самого почтальона Оскорбление? Нет, это спорта! Естественно, долгое время почта была несовершенна Зачастую письма долго доставляли, теряли, а иногда даже перехватывали намеренно В итоге любовная переписка могла стать проблемой Особенно, если это была переписка людей из высшего общества Это одна из самых красивых девушек Начавших в этом году выезжать в свет Ее свадьба с Ерсиком Доверкором Назначена на той неделе Очень мило Однако есть несколько неосторожных писем Именно неосторожных Посланных ею Одному бедному эсквайру Письма, похищенные одним негодяем Имя которого Чарльз Огастес Милвертон В 10 веке, когда на Руси еще не было почты У населения уже появилась почтовая повинность Предоставлять княжеским гонцам лошадей и корм для них В эпоху Золотой Орды начали строить ямы То есть почтовые станции Ямщики с семьями жили в селениях на почтовых трактах Ездили на тройках с колокольчиками Их разрешалось вешать только на почтовых коней Чтобы слышно было издалека И на станции успевали заранее подготовить смену лошадей Но все это еще не было регулярной почтой В 20-м году появился указ Подписанный Петром Первым О создании почтовых И управлении почтовыми отделениями В провинциях и губерниях Почтовая служба в классическом ее понимании Возникла в России в 17 веке Причем первые почтальоны Носили почтовые ящики от дома к дому на руках Это было тяжело, да и людям неудобно Не оказалось тебя в доме в тот момент Все, письмо в ящик не опустишь Придется ждать следующего почтового обхода Так что со временем ящики начали устанавливать В определенных местах Была и проблема оплаты почтовых отправлений Например, в Британии Аж до 19 века за почту платил Не отправитель, а получатель Было принято, что почтовые отправления Оплачивает получатель А получатель может его взять или может его не взять Следовательно, почта несет убытки В 1840 году англичане придумали Почтовую марку черной пенни На которой была изображена королева Виктория В России факты оплаты подтверждали Поставив штемпель на конверт Но со временем тоже перешли на почтовые марки Примерно в то же время появились и почтовые открытки Правда, поначалу они были просто белыми картонками А потом уже догадались картинки печатать Но сперва этот вид связи не только не приняли Он даже вызвал возмущение На родине почтовые карточки в Австрии недоумевали Зачем отправлять послание, чье содержание увидят все? Это же неприлично! Однако в итоге рациональность победила Ведь получалась неплохая экономия на конвертах и тарифах Да и шли открытки быстрее В США рационализаторы использовали почту для пересылки детей Это было гораздо дешевле, чем отправлять дитя с сопровождающим Да и закон такие отправления не запрещал В России детей, конечно, не отправляли А вот к открыткам почти сразу сложилось особое отношение Россия всегда была страной, скажем так, эпистолярного жанра Письменное общение было очень популярно И поэтому появление открытки тоже позволяло участвовать в этом процессе Я помню, когда люди, проживающие в одном подъезде В ящик утром бросали друг другу открытки И поздравляли с днем 8 марта Новым годом Так было принято Это был знак уважения В наши дни открытки стали предметом коллекционирования Причем не столько из-за картинок, сколько из-за географии Даже друзья отправляют друг другу открытки из путешествий с видом тех мест, где они побывали Но частенько открытки становятся достоянием из-за личности отправителя В копилке Юлии Дмитриевой, увлеченной их собирающей, есть даже послание от королевской семьи Монако Приходит конверт, вот приходит вот такая семейная открытка семьи И вот здесь вот на трех языках поздравления с Новым годом Сейчас мир сильно изменился В 21 веке правят средства цифровой связи Письма, голос, фотографии и даже видео передаются по каналам связи с невероятной скоростью В реальном времени можно увидеть то, что происходит на другом конце планеты Интернет, того и гляди, проникнет даже на Килиманджаро, где веками не было Wi-Fi Однако почта и сегодня работает И пересылает не только официальные письма и уведомления Люди по-прежнему пишут друг другу письма Дружеские послания, истории из жизни, признание в любви путешествуют по миру в белых конвертах Чтобы подарить адресату тепло рук и сердец тех, кто помнит о нем, любит и ждет встречи Субтитры создавал DimaTorzok